Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok А не так, как мы с вами думаем, так, наверное, лучше будет решать проблемы Давайте познакомимся с сыром и пророком, как бы он вышел из этого или же из того, можно сказать, обстоятельства Если нам с вами вдруг все выключат и света не будет Первое наше действие какое будет? Каждый включает свой фонарик Мы по сторонному свету не нуждаемся, но вдруг в каком-то оказываемся проблеме, мы нуждаемся в информации или же знании извне Обратите внимание, вот поэтому Всевышний Аллах, Субтитры создавал DimaTorzok Знания религиозные Аллах, Субтитры создавал DimaTorzok Остальные все науки, они земные науки А касательно религиозных знаний мы получили из небес Посредством пророка и пророка Мухаммада Вот как человеку, когда он оказывается в темной комнате и нуждается в свет, чтобы он видел Вот так же мы в любой проблеме оказываясь, мы нуждаемся в свете знаний Знания, которые Аллах, Субхану Ва Тааля, зная, что мы будем нуждаться в них, открыл из небес окно света для нас с вами Вот сегодняшнее мероприятие, маджлис уль-алимов этого Дагестана Мы его проводим, аль-хамду лилля, каждый месяц Начало каждого месяца Стоит человеку для этого освободить себя из семью Заранее подготовиться, чтобы сюда прийти Уверяю вас Каждый получит порцию знаний, как вести себя в той или иной обстоятельстве И подготовить себя из семью к любому обстоятельству И если мы вот так подготовимся, наши дети не будут обманутыми Как они оказались в той или иной обстоятельстве обманутыми Удержать себя Нужна вера человеку Не имея веры полноценной, он удержать себя вести правильно не сможет Такой короткий, можно сказать, случай из жизни Али Асхаба, ради Аллаху Когда Али Асхаб вышел на Мубараза Имеется в виду, на поединок, во время хантака с Амр ибн Вуддом Они зашли в ров И когда он поранил Али Асхаба, начала кровь сочиться с головы Али Асхаба, ради Аллаху Он говорит, Али Асхаб, ты скоро умрешь Но Али Асхаб отвечает и говорит Амр, тебе намного позорнее умирать от раненого Али Асхаба, ради Аллаху Он его убил, что хочу я тут сказать, уважаемые братья и сестры Али Асхаб, когда выходит, сподвижники ему говорят Али Асхаб, ты же выиграл, ты же его победил Вот те трофеи, которые у него меч и шить До того дорогие, что его продав, можно сооружить целую войску Наряжать целую войску, можно подготовить Они до того дорогие, позолоченные, возьми их Он говорит, я собирался их взять Но когда я, говорит, повернул на него Я увидел, что у него оврат открыт Боясь, что я увижу его оврат повторно Я отказался от этого Столько чего, которые стоят от щита и мечи Я, говорит, оставил их Боясь, что оврат увижу Глаз, который попадается на харам У меня теперь вопрос Наши братья Наши сыновья Которых мы любим и любят нас Которые были у нас в аэропорту Забрали чужое имущество Заходя туда, в магазинах и в кассах там тут В то время, когда Али Асхаб отказался От харамного взгляда И взял мне этот щит и меч Который можно целый войск сооружить Вот поэтому у них результат давата был до того Что к 2022 году после хиджра Они довели ислам до нас с вами А наш результат какой будет? Как вы думаете? Сможем ли мы получить те результаты Которые они получили Если мы в таких местах забираем чужое имущество Запретное Вот поэтому мы призываем наших сыновей, братьев Которых мы любим Заниматься самоподготовкой И эти мероприятия Мажлицев Алимов Именно для этого ищут Аллах И станут причиной А теперь мы Для открытия нашего самого мажлица Мы предоставляем слово Нашему брату Баширову Ахмаду Начинать этот мажлиц чтением Корана А aj'уу Билл-Лэх мина-ешьayтана Бисм الله الرحمن الرحيم Бисм الله الرحمن الرحيم أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصععا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأممي وعلى آله وصحبه وسلم يا رب صل على المختار من مضارين والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصل رب على الهادي وشيعاته وصحبه مولي طاي الدين قد نشاروا وجاهدوا معه في الله واجتهادوا وهجروا وله أول وقد نصاروا وبيان الفرض والمسنون واعتصابوا لله واعتصاموا لله وانتصاروا مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أذكى صلاة وأنمها وأشرفها يُعَطِّرُ الْكَوْنَ رَايًا نَشْرُهَا الْعَطِيرُ مَفْتُوقَةٍ بِعَبِيرٍ مِسْكِ زَكِيَاتِ مِنْ طِيبِهَا أَرَاجُ رِضْوَانِيًا تَشِيرُ عَدَّ الْحَاصَ وَالثَّارَ وَالْرَمْلِ يَتْبَعُهَا نَجْمُ السَّمَاءِ وَنَابْتُ الْأَرْضِ وَالْمَدَارُ وَعَدَّ مَحَوَاتِي الْأَشْجَارُ مِنْ وَرَاقِينَ وَكُلُّ حَرْفٍ غَدَى يُتْلَى وَيُسْتَطَرُ مَوْلَيَا صَلِّ وَسَلِمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ لِلْخَلْقِ كُلِّهِمِ وَعَدَّ وَذْنِ مَا ثَاقِي لِلْجِبَالِ كَذَا يَا لِهِ قَتْرُ جَمِيعِ الْمَاءِ وَالْمَطَارُ وَالطَّيْرِ وَالْوَحْشِ وَالْأَسْمَاكِ مَعْنَى عَامِي يَتْلُوهُمُ الْجِنُ وَالْأَمْلَكُ وَالْبَشَرُ وَالذَّرِّ وَالنَّمْلِ مَعْ جَمْعِ الْحُبُبِ كَذَا وَالشَّعْرِ وَالصُوفِ وَالْأَرْيَاشِ وَالْوَبَارُ وَمَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُ الْمُحِيطُ وَمَا جَارَ بِهِ الْقَالَمُ مَأْمُونُ وَالْقَدَرُ مَوْلَيَا صَلِّ وَسَلِمْ دَئِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْ رِلْخَلْقِ كُلِّهِمِيهِ مَوْلَيَا صَلِّ وَسَلِمْ دَئِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْ رِلْخَلْقِ كُلِّهِمِيهِ Баракалва. Сегодня, знаете, я думаю, здесь очень важных много чего будут сказаны слова, которые нам пригодятся в нашей жизни. А теперь, иншаллах, мы предоставляем слово нашему брату Ахмаду Хажи, доктору шариатских наук, который является заместителем Муфтия Республики Дагестан, говорит нам слова, которые нам очень пригодятся в нашей жизни. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله когда мы сплетничаем, когда мы оскорбляем других людей. Вот об этом хотел бы немножко поговорить. Всевышний Аллах в Коране говорит بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم и посланник Аллаха عليه الصلاة والسلام قال بسم الله الرحمن الرحيم قَدْ أَفْلَحَمَا زَكَّهَا صَدَقَ اللَّهُ العَظِيمُ Вот стал счастлив тот, кто очистил свой нафс. Чей нафс Аллах очистил от всей этой грязи. И вот по этому поводу один из праведников говорил вот пример тех людей, которые обсуждают кого-то, обсуждают разных людей. Это подобно человеку, который установил катапульту и вот своими благими делами разбрасывается. Вот каждый человек, кого он обсуждает, как будто бы свои благие дела ему отдает. Аль-Хасану аль-Басри, рахмаллах, великий ученый Табиин, как-то к нему один подошел и сказал, что вот кто-то тебя обсуждал. Тогда он отправил ему поднос со сладостями и с такими словами «До меня дошло, что ты подарил мне свои благие дела, поэтому в ответ я тоже тебе сколько смог сделал добро». Когда пошел разговор про гибат около ученого, Абдулла ибнуль-Мубарак, рахмаллах, он сказал, «Если бы я за кого-то гибат делал, если бы я кого-то обсуждал, лучше бы я за своих родителей делал гибат». Почему? «Потому что они более достойные, самые достойные получить мои благие дела». Ибн Ат-Айля, рахмаллах, говорил, если ты хочешь, говорит, узнать акул человека, его положение, говорит, посмотри, если ты перед ним кого-то, про кого-то будешь говорить, если он начнет его обсуждать, раскрывать его плохие качества, то знает, что этот человек далекий от Аллаха. Потому что настоящий муэмин он никогда не будет обсуждать, раскрывать недостатки своих братьев, сестер по вере. К большому сожалению, большинство из нас в эти грехи попадает. Вот что же нам делать, если кого-то мы обсуждали, если за кого-то делали гибат, конечно же, таубу нужно делать. И очень хорошо будет, если мы прочитаем Сура Аль-Фатиха и отдадим вознаграждение этому человеку, кого мы обсуждали. Быть может быть в Судный день они покроют этот грех. Ведь есть известный хадис, имам Тирмизи передает, когда посланник Аллаха обращается к сподвижникам и говорит, вы знаете, кто такой банкрот? Сподвижники говорят, мы считаем банкрот от того человека, у кого нет денег, у кого нет имущества. Тогда посланник Аллаха говорит, банкрот из моей умы, это такой человек, который в Судный день придет, у него будет очень много благих деяний, и намазы совершал, садака делал, постился, много чего хорошего делал, но в то же время и много плохого сделал. Кого-то ударил, кого-то обидел, кого-то притеснил, кому-то долг не отдал, кого-то обсуждал и так далее, и так далее. И таких людей за всю жизнь тысячи набирается. А в Судный день каждый, кого мы притеснили, с ним придется расплачиваться своими благими делами. И может оказаться так, что у человека уже все благие дела закончатся, а там еще стоит 500 человек, кого он притеснял, кого он обижал, с которыми надо будет расплатиться. И что тогда сделают? Грехи этих людей кинут на него, а его бросят в Джиганнам. Азан Аллах. Пусть Аллах сохранит нас от этого. И вот это настоящий банкрот. И чтобы мы не оказались банкротами в Судный день, нам нужно контролировать свой язык. Вот прагибат, даже Всевышний Аллах сравнивает, когда мы обсуждаем наших братьев и сестер, как будто мы едим мясо нашего мертвого брата, которого мы обсуждаем. Всевышний Аллах говорит в Суре Аль-Худжурат, «Смиллахи ррахмана ррахим. Ва ла ягтаб ба'адукум ба'ада, а юхиббу ахадукум, айя куля лахма ахихи майтан, фа карихитуму, ватта куллаха инна Аллаха таввабу ррахим». Аллах нам повелевает и говорит, не обсуждайте друг друга, не совершайте гиба друг за друга. «Разве хочет один из вас кушать мясо своего мертвого брата? Ведь вы же этого не желаете? Бойтесь Аллаха, поистине Аллах принимает покаяние, Аллах милосердный». В достоверном хадисе, который имам Бухари, муслим и другие передали, от Абу Гурейли передается, что посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, говорил, «Манка на юмину билляхи ва ляу мил ахир, фалиякул хайран аулиясмут». «Тот, кто верит в Аллаха и в судный день, пусть говорит благое или молчит». «Если не можешь говорить благое, пожалуйста, помолчи». Это веление нашего пророка, алейхи саляту вассалям. В другом хадисе, который также имам Бухари передал, однажды сподвижник Абу Муса, алейхи саляту вассалям, обращается к посланнику Аллаха, алейхи саляту вассалям, и говорит, задает такой вопрос, «Айюль мусульмина афдаль? Кто из мусульман наилучший?» На самом деле очень важный вопрос. И посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, отвечает ему и говорит, «Мансалям аль мусульмуна мин лиса нехи ваяди». Вот самым лучшим мусульманином считается тот, кто ни своим языком, ни своими руками не вредит, не приносит вред другим верующим. Вот когда разговор идет о притеснении других людей, что зульму другим людям делать нельзя, некоторые говорят, «Я же никому ничего плохого не делаю». А то, что мы обсуждаем наших братьев и сестер, это же есть плохое, это же зло, то, что мы задеваем честь наших братьев и сестер. Ведь посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, говорил, «Куллюль муслими аляль муслими харам, дамуху вамалюху вайруду». Каждый мусульманин для другого мусульманина харам, запретно его имущество, его кровь и его честь. И порой бывает такое, что мы говорим какие-то слова, не обращаем на это внимание, но эти слова могут стать причиной нашего попадания в ад. В достоверном хадисе передается посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, говорит, что человек может сказать одно слово, просто одно слово, даже не придавая этому значения, вот из-за этого одного слова он может лететь в пропасть ада на огромное расстояние, вот как между западом и востоком, на тысячи километров в пропасть ада он может лететь из-за одного слова. И поэтому посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, говорил, как это имам Тирмидзи передает, «Ля туксируль каляма би гайри зикри ля». Вы, говорит, много не разговариваете помимо поминания Аллаха, потому что человек, который много разговаривает, у него сердце черствое становится, а самый далекий от Аллаха человек тот, у кого сердце черствое. И не просто нам нельзя обсуждать недостатки других людей, даже слушать нельзя. Если даже мы не обсуждаем, сидим рядом с нашими братьями и сестрами и слушаем, как других людей обсуждают, делают гибат молчим, мы тоже получаемся соучастники. А наша обязанность защитить наших братьев и сестер, поверьте, защитить их честь. Ведь посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, говорил, человек, который защитит честь своего брата по вере, Аллах защитит его от адского огня в судный день. Вот был такой случай. Посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, проходил мимо двух могил. И он сказал сподвижникам, вот те, кто находятся в этих могилах, их наказывают. Они находятся в азабе, в наказании. Но не за такие большие грехи, как они считали, как они думали. Один из них ходил со сплетнями, а другой не очищался от наджасы, как положено. И потом посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, взял свежую ветку, поломал и на каждую могилу поставил и сказал, может быть, Аллах облегчит, пока эта ветка свежая, пока она читает таспи, Аллах облегчит их наказание. Вот если даже свежая ветка, да, которая становится причиной для облегчения наказания, да, которая приносит пользу, что будет, если мы Кур'ан будем читать? И поэтому был такой случай, имам Ахмад передает, однажды у пророка, алейхи саляту вассалям, спросили про одну женщину. Есть, говорит, одна женщина, которая целыми днями постоянно постится, ночами постоянно на айбадате, в поклонении. Но у нее есть одна проблема. У нее плохой нрав, и она своим языком вредит, скандалит с соседями, обсуждает, ну, своим языком приносит вред. На что пророк, алейхи саляту вассалям, сказал такие слова. «Ля хайра фига хия минахлин нар» «В ней нету блага, она из обитателей ада». Вот посмотрите, дорогие братья и сестры, да, вот, это женщины, которые столько айбадат, вот мы, мало кто из нас постоянно постится, и такой айбадат тоже мы не совершаем. Если мы будем постоянно вот других людей обсуждать, постоянно делать гибад, нас тоже такая же участь может постигнуть. Пусть Всевышний Аллах, Субхану Аталя, даст тавфик в первую очередь мне и всем остальным, чтобы мы максимально старались свой язык контролировать, чтобы отдалились от этих грехов. Пусть Аллах, Субхану Аталя, сохранит нашу умму от всех бедней, счастья, смут, от всего плохого. Valхamду Аллах, Рабибли А'ламин. Салатуллах, саламуллах, Аллахата Расуллилах, Салатуллах, Саламуллах, Аллахиасин Хабибиллах, Лидарилхулли قад Джина, Валимухтарикад Зурна, Вафи Роза Ти Саллина, Вашагедна Расуллах, Райта Наса Фуажа, Вобхру الحубь, Амважа, Водамуру шوقи, Саллина, Вашагедна Расуллилах, Салатуллах, Саламуллах, Аллахата Расуллилах, Салатуллах, Саламуллах, Аллахиасин Хабибиллах, Фазурна, Та Хир, Аллахи, 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 Аллах Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот поэтому пророк же сказал, Аллахи салату ассалам Самый любимый из вас священному Аллаху тот, кто приносит больше пользы для общества Если мы хотим помогать мусульманам, то наши действия должны пользу принести Думая, что это польза, если мы что-то делаем, но приносит не пользу, это уже не помощь Так что наше мнение не бывает мерилой этому Обстоятельства нужно рассматривать В связи с этим мы сейчас предоставляем слово нашему брату Алихаджи, Богослову Рассказывает нам с вами те или иные обстоятельства касательно пользы и вреда скопления людей, как мы его называем, митингом Пожалуйста, Алихаджи вам слово Аллахи салату ассаламу аля хайри халки хи ва ашраф мурсалин Мухаммадин Ваала Алихи Ва Сахбихи Аджмагин Аммабад Хирил Динашу Ацал Никеда Халкуя Базбихула Дунала Сураку Чуху Левшинаб Ахихургит Чухаба Киги Хаску Исламский Миралдажан Бишунгу Ничь Ажайб Хизару Левжуел Дасан Кула Жиндир Куэрбазы Аскуб Гамаги Буг Ун Хабкара Чалалда Куач Алклабун Добкара Челалда Куач Алклабун Инсан Жиндие Хуасал Хизебак Балаху Левих Карав Заман Эл Нитле Бусур Бабазы Единственные Хуасар Хибугу Дин Куэл Даллун Нижецца Суал Цэхэла Коронавирус Бачана Ва Аймэр Нитле Дагур Тлюбхэль Ахи Хурхабуна Нитлер Хизаравжу Каниш Наркотикал Халд Изарулес Наркотикал Таниш Анашабуй Хулес Анаша Таниш Арақэ Кулес Арақэ Таниш Цуги Цуги Далл Мункара Талксуаниш Калия Биру Хулес Калия Биру Хулес Калия Бир Таниш Ва Аймэр Дарэш Тарал Цуги Цуги Далги Жаға Куял Дунелдла Суруху Суулеб Ахал Халасуғбала Харабзаманы Ашкинитлер Хизаравжу Каниш Цу Хазабура Куял Машки Талды Махдина Цализе Цуялрачана Жодода Бажару Левжу Хабизе Аллахасты Хунгирусун Аллахасутла Хинкит Алабхабун Таубу Абун Цуги Дал Цуги Цуги Бат Абад Элжал Хариза Тлюана Нитлэ Дальхазы Кулавацал Исламия Дин Пачастям Жи Буз Хуларилхи Аммав Куца Цадах Буз Сунгурук Элл Нитлэ Яжаға Сағуял Буге Хуасар Хибу Туху Аллахастырусси Нитл Аллахастырусанані Хэбкіннамнігі Проблема Тлюла Нитлэ Сахалабе Газайлда Аску Цуму Ягипет Ягипеталдавугу Нусиялда Унггу Миллионч Инуэцца Халабек Иггу Миллион Дагистаналдаги Нусиялда Унггу Миллионч Ягипеталдаги Шэханані Тлэ Халхі Клулары Шэгурэллі Дага Нитлэцца Исламі Абдімг Халатлабусу лебук інэл Імангі Исламгі Ихсангі Рэгхун Нитлэцца Эбусунгуд іл Нитлэцца Ахи Хур Амерхумугу Клуху лебжу Дага Цумуг Киннэм губ Аллах Аллахаста Санбачгул Нитлэццца Биххулла Тавхид Тавхидин Абулэл Чаазу Карамахадоб Тавхид гибатулла Рошэ Тавхид хақикий Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Симон» «Симон» 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 Симон» «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» Братья, что Аллаху Та'ала прежних своих пророков поддерживал, то есть он, когда пророки призывали свои общины, свои народы к вере, и они отказывались, он, поддерживая своих пророков, направлял на этих невреющих народов свое наказание. Мы знаем, что Нух, Аллаху Саламу, просил Аллаха наказать свой народ, и они были потоплены. Мы знаем, что Лут, Аллаху Саламу, попросил своему народу наказание, они были уничтожены огненным градом. Потом Худа Салиха, они были уничтожены посредством грома и сильного ветра. Намруз и его войско были уничтожены комаром. Фераун был утоплен обратно, и его войско были уничтожены камнями, которые бросили на них, как авиация птицы. Поэтому мы просим Аллаха, у которых власти, наказать, кого желает, как пожелает. Мы просим Аллаху Саламу, чтобы он таким образом наказал каждого, кто без права проливает мусульманскую кровь, кто бы он ни был. Люди, которые без права проливают мусульманскую кровь, убивают их не по праву, унижают их. Аллаху Саламу, его власти, это все решили любым способом. Поэтому пусть Аллаху Та'ала решает наши проблемы, в первую очередь, давая нам талфиq силу, волю, следовать его шариату, изучить илму, следовать судье пророка, а в вторую очередь, как он оказал содействие своим пророкам, оказать нам тоже такое же содействие, победить над врагами мусульман. Уважаемые присутствующие, вы заметили там очень важные три момента, в которых мы иногда забываемся, было выступление нашего брата Абдуллаха Хаджи Ацаева. Он подчеркнул нам с вами, первое, когда человек делает дуа, или Аллах ему ответит, тут же, в этой жизни, или же Аллах, Субхану Ва Та'ала, ему откладывает эту дуа и ответит в судный день, или же, если он на своей мольбе, то, что он просил, не получит ни здесь, ни там, то Аллах ему очищает грехи за неотвеченный дуа. Так что напрасно наши мольбы не пропадут. Так что это момент, который надо обратить внимание. Вы замечаете, в нашем обществе бывают такие наши братья и сестры, которые вот так говорят. На вопрос, когда вы говорите им, почему еще не молитесь, он говорит еще рано. Всевышний Аллах говорит, Субхану Ва Та'ала, 13-15 человек становится совершеннолетним, и он уже должен молиться. Ему уже 30-40, он говорит ему еще рано. Он сам больше в себе разобрался, чем тот, кто его сотворил. Когда человеку спрашиваешь, почему не соблюдаешь пост, тот же самый ответ. Ему еще рано. Когда его спрашивают, почему ты не присутствуешь в таких мадрисах, чтобы ты понял, что тебе уже пора все это соблюдать, но он находит причины. Он отговаривается, и он думает, что он не присутствует. Он думает, что он сам этого, отказывается от этого. Но обратите внимание, такой короткий пример. Когда мы с вами заходим в определенную аудиторию, например, такой большой зал, нам с вами говорят, первые два ряда не садитесь, там особые гости будут. Даже у тебя купленный билет может быть, но тебя не запустят в эти ряды. Бывает такое, да? Значит, получается, ты здесь не особый гость. Раз ты первый ряд в этом аудитории там не сел, ты еще не заслужил там сесть, получается, в этом зале. А то, что человек не оказывается на утренном намазе, может быть, еще не заслужил. Заслужил бы он перед Аллахом, стал бы, но это же намного почетнее место, чем оказаться на первом роду в каком-то зале. Стать перед Аллахом, помолиться Аллаху субханного та'аля, поставить свой почетный лоб перед самым почетным Аллахом на земле. Какой степень это заслужить? Уважаемые братья и сестры, которые не находятся здесь или же находятся здесь и не соблюдают тот или иной требование Аллаха, а может, ты не заслужил еще это сделать? Может, тебе Аллах не запустил такой маджлист, не заслужил еще? Это не ты не пришел, это Аллах от тебя, может, отказался в этом случае. Так что, делай тавбу, чтобы Аллах приглашал тебя на такие места. Вот к этому призывают нас с вами, Алими. А теперь мы предоставляем слово нашему брату Багандалееву Шамилю, имам города Киздар и Киздарского района на тему выступления «Любовь и сострадательность к людям». Пожалуйста, Шамил. Дорогие мои братья, наверное, устали долго сидеть. Я постараюсь быть кратким. Здесь сидят наши уважаемые Алими и относительно молодой, но когда я еще был студентом, учился Мадраса и ДОТО, всегда смотрел, восхищался и просил Аллаха, чтобы сделал хотя бы рядом с ними, но не ожидал, что мне будет возложена миссия и выступ перед людьми. Когда приглашают и поручают и нам приходится этого делать. Говоря о сострадании, говоря о жалости, в целом сегодня люди потеряли это качество и мусульмане, и не мусульмане. Жалость, сострадание сегодня, если человек имеет, его считают не совсем авторитетным, не совсем продвинутым. Грубость, хамство стали сегодня на первом месте для многих людей. Это, конечно, порицается нашей религии. Посланник Всевышнего Аллаха Он был очень сострадательным. Всевышний Аллах в Коране подчеркивает его сострадательность, его милосердие, где он обращается и говорит Бисмиллах Рахман Рахим Ла К вам явился посланник из вас же говорит Всевышний Аллах такой же человек, как и вы, он не ангел, который с неба спустился, он необычное существо, а обычный такой же человек, как и вы. Ему очень тяжко то, что вы страдаете. Он милостливый, он очень жалостный к вам, особенно к верующим людям, к му'минам. Всевышний Аллах подчеркивает, что посланник Аллаха был отправлен к людям с милостью и состраданием. Это было качество посланника Аллаха салли Аллаху алейху салли и его благородных сподвижников. Как-то раз второй праведный халиф Умар и Хаттаб находясь дома, игрался со своими детьми, он лежал на животе Умара были его дети и постучался в дверь, зашел один из наместников Умара в одном округе халифата. Тогда, удивившись, этот наместник сказал, «О, Амир му'мининь, ты играешься с детьми?» Он говорит, «Да, а что? А ты не играешься со своими детьми?» Он говорит, «Когда я домой захожу, ни один человек не может слово сказать настолько строго, дистанция, ни ребенок, ни жена не может говорить, когда я нахожусь дома». Умар обнуль хаттаб сказал, в тот же минуту, «Вот ты сейчас же отстранен от занимаемой должности, если ты не сострадателен к своему ребенку, к своей супруге, а как же доверить тебе умма Мухаммада салли Аллаху алей и ва салли а как же ты будешь сострадателен к ним, если у тебя нету жалости и сострадания к своей семье? Независимо, мусульманин или не мусульманин человек сегодня, если он попал в беду, если он твой сосед, нет разницы абсолютно, когда ты видишь какие-то торговые дела, когда ты бизнесом занимаешься, просто ты сильный спортсмен, да, авторитетный человек, начальник, у которого есть, скажем, хорошее звание, должность, если ты пользуешься этим и у тебя нет жалости и сострадания, ты притесняешь людей, имея за собой свой чин, свою власть, знай, что Аллаху Та'аля завтра заставит тебя, чтобы с тобой тоже так же обошлись, и обязательно то, что ты сделал, тебе вернется, поэтому, дорогие мои, жалость и сострадание в первую очередь своим близким людям, будь она семья, если ты начальник твоей подданной, это проявлять к ним, это сунна посланника Аллаха, в одном хадисе он говорит, каждый мягкий, приятный человек, он является из-за обитателей рая, а каждый грубый, жестокий, у которого нет сострадания к своим подданным, подчиненным, близким, он из-за обитателей ада, говорит посланник Аллаха, саляллах али-васаляма, и это качество сегодня утратили мусульмане, из-за того, что нет сострадания и жалости происходит сегодня геноцид, из-за того, что сегодня люди лишились жалости, они жаждут крови людей, пусть Аллах убережет нас от правителей, у которых нет жалости, и от начальников, и от предводителей, руководителей, особенно люди страдают от таких людей, когда у них нет жалости, и простые мусульмане, и простые рядовые люди, конечно, дай Аллах, чтобы у нас была жалость и сострадание к окружающим, жалость и сострадание к людям, она никогда не унижает человека, то наоборот, только возвеличивает, пусть Аллах всем нам поможет, и в конце хочу сказать еще один момент, дорогие мои, вижу, что здесь есть молодые и недавние события, которые происходили, были участниками молодые, вот, когда нам говорят молодым наши уважаемые люди, которых мы очень любим, уважаем наши улема и шейхи, мы не замечали, чтобы эти люди нас когда-то обманывали, мы не замечали, чтобы они нас водили в заблуждение, они никогда нам плохого не желали, однако когда с пеной урта кричат, говорят уважаемые молодежи, будьте терпеливыми, будьте благоразумными, мы не можем этого делать, когда в республику очень много ученых приезжало из разных арабских стран, из числа очень уважаемых, почетных потомков пророка саллиллаху алейхи вассаляма, как один голос каждый из них отмечал и говорил, ваши улемаи они достойные алими, достойные люди, слушайтесь, будьте рядом с ними, потому что во всем арабском мире сегодня нет такого джамаата, нет таких улемаев, вокруг которых объединяются столько людей, и сегодня это все хотят разрушить враги ислама, поэтому мы уважаемые молодежи взрослые знают те тяжелые времена нам нужно быть рядом с алимами рядом с нашими шейхами и машаихами держаться брать их насихат и следовать за ними наше будущее будет процветать только тогда когда мы будем следовать за ними за нашими улема и машаихами всем баракаллаху ахиру дарвана анилхамду лиллахи ураббил аламин знайте как и было сказано что да вот сострадание давайте посмотрим насколько был сострадательным пророк аллаху и те кто были вместе с ним пророк мухаммад аллаху да вот выбирая сострадание к уме отказался от своей личной жизни так или не так согласитесь пожалуйста пророк мухаммад аллах предпочитая сострадательность к уме он отказался от своей личной жизни давайте теперь посмотрим насколько это практикуется в нашей обществе дорогой брат дорогая сестра человек который да вот призывает сострадательность к уме вот именно ты от чего отказался ради мусульма мы же с вами говорим аль-улема варасату амбия алими являются наследниками пророков Аллахи салат вот для интереса посмотрите принимая в день сколько гостей ты можешь оставаться в своей личной жизни 10 20 если у тебя в день 100 гостей будет у тебя личная жизнь останется гостей саида в день бывало 1500 1600 гостей эти люди являются варасатами пророков Аллахи салату бывает сострадательность к уме теперь сегодня наши шейхи Абдужалил Афанди 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 принимая тысячи гостей в день они тоже ради этой умы сострадательностью к ним отказались от своей личной жизни уважаемые братья и сестры вот именно ты и я от чего мы отказались ради этой умы в размере твоего отказа от своего личного бывает сострадание но не в размере слов которые мы говорим Али Асхаб жена ему говорит Али Асхаб наши дети уже третий день не кушают нету нечего кушать дома он выходит рано утром к мечети пророка один иудей его находит там он говорит в такую ран что тебя вытащило на улицу он говорит работу ищу я говорит дам тебе работу поливай мои финиковые деревья я тебе считаю каждое ведро финик одну дам согласились начинает работать Али Асхаб набирая горсток фиников он говорит рассчитай меня иудей говорит еврей ему говорит как рассчитать работа еще не закончилась Али Асхаб говорит мне хватит он говорит тебе на сегодня хватит а на завтра Али Асхаб говорит если я буду работать на запас на завтра мой другой брат мусульманин работу не достанет не видев лицо не узнает кто туда придет на работу он отказывается от рабочего места сострадательность имея относительно других людей а мы с вами ради рабочего места друг друга убиваем ради мирского друг друга обижаем и даже не общаемся годами надо вот это вот как-то уподобиться в них альхамду лилля что в нашей обществе есть люди которые от личной жизни отказались ради нам с вами принести религиозную можно сказать багаж чтобы мы обогащались и познали Аллаха субхану ата'аля а теперь мы предоставляем слово нашему брату полпреду умар асхабу хажи пожалуйста умар асхаб хажи в первую очередь хотел бы вас всех поблагодарить что очень много времени у вас отнимаем многие выступают у кого-то длинные у кого-то короткие выступления ма шалла джамаат кизельюрта всегда отличается вот посвящением количеством и пониманием религии что хотелось бы сказать здесь очень много выступили до меня я хотел бы вас поблагодарить в первую очередь за то что у вас как я знаю завершились два больших мадраса и эти мадраса тоже которые завершились их надо заполнить так же как мы заполняем маджлисы мечети мы с вами знаем хадис посланника Аллаха салли аллаху алейхи вассалам где посланник Аллаха говорит тому кому Всевышний Аллах желает блага тому дает понимание религии то есть юфа киху фиддин если у нас у каждого здесь присутствующих у всех кизельюртовских у всего республики Дагестан будет понимание религии я думаю никаких проблем никаких митингов никаких других этих не будет я как-то вспоминаю одну историю которая произошла про Мухаммад Саид Рамадан аль-Бутию такой есть ученый здесь Али Хаджиев лично его знает который у него учился когда однажды он был не студентом а школьником учился еще его одноклассники зная что его отец такой большой ученый алим как-то его упрекая спрашивали такие каверзные вопросы и говорили о Мухаммад Саид когда ты школу закончишь ты куда будешь поступать какая будет у тебя профессия и пока он ответит они над ним издевались и говорили что ты людей будешь хоронить ты могильщиком будешь какая у тебя будет профессия и ему становилось это очень обидно он не знал куда же его отец отправить чтобы он учился на высшее образование и однажды он расстроенный когда вернулся домой отец увидел его Мухаммад Саид Мухаммад Саида Рамадан его был отец Мулла Рамадан его звали был такой же ученый шейх и он отвечает о мой сын если бы в этом мире если бы в этом мире можно было бы стать лучшим уборщиком профессия уборщик и заполучить рай я бы из тебя сделал бы говорить самым лучшим на этом свете уборщиком но рай получить можно всего лишь познав Всевышнего Аллаха Субхану и приобретая знания правильное знание но я иншаллах сказал говорит он сделаю из тебя самым лучшим алимом в мире и когда Мухаммад Саид Рамадан поступил Аль-Азхар отучился стал ученым алимом и у него было своя мадраса свои мечети свои ученики и когда его просили чтобы он в Йемене один выступление сделать вот такое хутба выступление джуматин и за ним отправляли самолет и просили 10 тысяч долларов его тогда еще давали ему всего лишь что за одно выступление но он всегда отказывался и никогда не улетал или за деньги где-то не выступал он всегда находился и преподавал уроки в своем медресе и своих мечетях там и по истечению некоторых времени когда его эти одноклассники встречались им было говорить стыдно в лицо смотреть глаза смотреть за те вопросы когда они были юными которые ему задавали вот оскорбительные каверзные вот такие вопросы сегодня мои дорогие братья все здесь присутствующие мы не должны с вами бояться или стесняться чтобы наших детей мы отдавали мадреса чтобы они приобретали религиозные знания я думаю если у всех у нас будут хотя бы необходимые религиозные знания то иншаллах надеюсь в этом мире никаких проблем больше не будет прошу Всевышнего Аллаха чтобы Аллах дал нам понимание религии чтобы Аллах дал нам правильные религиозные знания чтобы Всевышний Аллах дал нам всем в сердце чтобы мы такое намерение чтобы мы с вами как в этом говорится знания нужно получать от колубени до самой смерти чтобы мы старались всегда все приобретать от колубени до могилы эти знания а а теперь мы передаем слово и передаем микрофон нашему брату имаму города Кизилюрт и Килирту Скоролуна Касуму а для завершения и благодарности всех кто участвовал в строительстве медвестей города и района наших братьев отдела которые наводят порядок на территории мечети на стоянке парковки волонтеров всех поблагодарить весь джамат братьев и сестер чтобы Аллах был доволен за всю поддержку и работу которую вы проделываете немного говоря о последних событиях очень много кто высказывает слово джихад и этим словом как раз таки вчера была вчера прошла пресс-конференция всех богословов ученых алимов муфтиатра республики Дагестан все те которые видели и все те которые еще не посмотрели посмотрите там наши ученые богословы смотря на время и место конкретно разъясняют этот вопрос и за очень короткое время можно сказать за полгода с помощью и поддержкой братьев и сестер завершили два мадраса в нашем городе один уже работает 75 мутаалимов обучаются в этом медресе на территории этой мечети и при старой джума мечети через дней 10 иншаллах она тоже откроет и будет уже принимать мутаалимов хотел бы здесь несколько наших братьев упомянуть здесь проводить награждение вызывать их сюда мы время затягивать не будем уже время намаза тоже наступило но хотелось бы тех братьев которые я сейчас буду зачитывать после намаза чтобы с нашими богословами сделали общие фото и для официального вручения благодарственных писем и небольших подарков от нашего джамаата ведь посланник Аллаха благородном хадисе говорит вы дарите друг другу подарки и вы будете любить друг друга и искренне хочу поблагодарить братьев Салим Султанов Максалин Абдурашидович Исмаилов Юсуф Хайбулайевич Курманалиев Фатай Али Ахмедович Курманалиев Гасан Курманалиевич Курманалиев Курманали Джамалудинович Хабибулайев Расул Магомедович Магомедов Рамазан Юсупович Загидов Мухаммад Умарасхабович Ханапиев Хамзат Максудович Алистанов Изамудин Султан Мурадович Хан Магомедов Хамзат Избудинович Базарганов Мурад Магомед Набиевич Малачиев Хаджи Малачиевич Юсупов Гаджибек Камилович Галбатцев Галбатц Абдулджалилович Зубаиров Абубакр Анварбегович Акашев Давуд Гаджигишиевич Будаев Шамиль Тагирович Эти братья которые особо поддержали помогли строительстве этих двух мадраса но вклад в строительство этих двух мадраса всего города и района пусть Аллах будет доволен всеми вами уважаемые братья и сестры всем желаю долгих лет жизни чтобы мы всегда собирались для радости и посредством этого маджлиса наших молитв дуа чтобы Аллах субханалу защитил от притеснения наших братьев и сестер Палестины вот упоминая особенно упоминая их и заключительный дуа сегодняшнего нашего маджлиса мы хотим попросить заместителя муфтия Магомеда Ахмада чтобы он заключительный сделал дуа пожалуйста брат Аллахума Амин Фатиха